всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра я в прошлый раз показывала что я тут начала раскрашивать доделала иллюстрацию и теперь у меня целый разворот контур я делала корректором от берлинга он конечно получился такой достаточно толстый но ничего страшного здесь принципе все нормально чуть позже я склею раскраску вот все-таки действительно когда я вот между монтажом других и съемками видео что-то здесь раскрашиваю потом уже показываю так даже проще то есть остальное на камеру а вот это как бы в промежутках там начнешь здесь начнешь вот иначе если я там допустим показывают и крашу видео то как правило одна иллюстрация в месяц получается то это маловато а тут уже как говорится хоть что-то так ну и а начала еще два разворота ну как начала можно сказать даже закончила ой перепачкалась сейчас покажу в общем есть здесь два разворота типа звездное небо ну и вот здесь я даже специально страничку оторвала потому что я подумала что если я сейчас сделаю все это потом тут где-то что-то раскроется и нужно будет доделывать менять совсем не радует но честно говоря в жизни это выглядит переходы как-то получше я еще буду здесь дорабатывать потому что на данный момент я вот этот разворот сделала детской акварелью луч и обводила ручками из фикс прайса ультра блеск там берлинга берлинга у меня вот такие вот классные ручки металлик ну и краун все такое в принципе не факт что я буду абсолютно все звездочки обводить потому что ну вот я например да как это вижу без камеры этого вполне хватает на камере вообще особо ничего не видно поэтому ну как бы тут без толку может быть я немножечко еще раз мой вот где черное возможно но не факт и скорее всего добавлю либо блесток либо пищевой перламутр чуть-чуть попозже может быть не буду делать я еще подумаю над этим и также здесь есть а второй разворот слева покажу вот здесь я решила сделать сухой пастелью и использовала я сухую пастель мунга все конечно пачкается я руки из гвоздала просто ужасно отмывала потом несколько раз смыла мои то вот но закреплять я ее не буду она потом вся осыпется ничего с ней не будет такого остальное пигмент не будет ничего пачкать окрашивать так что не вижу в этом никакой проблемы вот эту девочку я честно говоря специально не стала раскрашивать точнее я раскрасила ей платье и волосы и сухой пастелью я прям целенаправленно прошлась в общем такой разворот здесь тоже звезды я где-то обводила где-то раскрашивала и вот эти вот пунктирные такие линии ну как бы где-то провела где-то не провела ну в общем получается что в этом месяце я уже так начала неплохо давно бы пора достала я свой блокнот с выкраска господи с этим стрейкером я их редко веду эти трейкеры у меня здесь не сильно то что-то заполнено ну вот у меня как раз дарья songs от времени и тут 53 иллюстрация раскрашено 18 но теперь с разворотами больше но честно сказать я где-то вот одна иллюстрация другая где-то я все разворотом считала поэтому вот сейчас еще я заполню вот эти вот два разворота там по моему меня просто так одна иллюстрация это целый разворот две картинки на вот дня ну в целом как бы неплохо если б я не сделала для себя этот челлендж то у этой раскраски наверное при всем при том что там есть хорошие иллюстрации шансов бы вот на такое заполнение бы даже не было поэтому сейчас я тут все отмечу ну и в общем то в мой вместе с оксаной красим в пейзажах уже выбрали картинку это 14 страничка я подобрала для себя фломастера а здесь у меня во-первых big это big kids наверное скорее всего ашан каждый день карио к джо штабила power ну вот как то так уже разложила в нужном порядке здесь 16 15 цветов точнее даже я бы сказала 14 потому что номер один это белый фон мне даже непонятно зачем это как-то нумеруют и здесь что-то пишут хотя ну может быть для того чтобы если фломастеры не перекрывают наверное другие цифры чтобы все как-то было плюс минус одинаково возможно так а контур я для удобства как водится обвела и мы сейчас вместе с вами по раскрашиваем немного на камеру ну что ж приступим к раскрашиванию вот эти фломастеры классные мне нравится тоже мягкие достаточно ну и раскраска сама тоже классная хотя иногда бывает что тяжело дается но в целом все равно процесс доставляет удовольствия в основном хорошо что удалось их приобрести вот бы что-нибудь у нас еще такое издавали было бы куда как лучше даже непонятно столько людей их ищут ну вот но этот тоже фломастер классный не знаю начало месяца это всегда такой вот релакс главное темпов не сбавлять ближе к концу уже суета начинается так я по ходу дела цвет перепутала ну и ладно не критично это по сути дела оттенки перепутала так что все нормально не думаю что здесь будет как-то принципиально как есть так и есть ну просто нужно было в общем здесь светло-фиолетовый темно-фиолетовый так ну что била конечно вообще кайф и вот этот цвет кариока джой конечно он темнее чем корпус у фломастера но все таки ну вот как-то вот у меня тот месяц как я начала так и завершила в спешке не было время раскрашивать спокойно вот именно но этот месяц я начала именно со спокойного такого раскрашивания несмотря на то что дел полно поэтому хочется надеяться что так дальше и будет не сглазить вы всегда как загадаешь что-нибудь обламывается вот здесь я не совсем точно цвет передала но как бы мне этот цвет очень нравится вообще такие вот оттенки всякие люблю там вроде как потемнее что ли заявлен у меня такого темного не нашлось такс оранжевый еще немного яркий конечно цвет сойдет я конечно такие розовые поросячи не люблю хотя здесь хорошо смотрится еще чуть-чуть по раскрашивала но а остальное уже на кухню отнесу буду красить я решила что в этом месяце но по плану опять же есть и вот эти раскраски от издательства клевер и конечно цветовой квест и вот эти колористик там так далее я решила что буду вот сначала одну закончу дата потом покажу и сниму видео и начну следующую раскраску чтобы не копилось и теперь по плану у меня удивительные животные ну сначала я же по порядку начала потом не по порядку но сейчас снова решил красить именно одну за другой ну и соответственно в этот раз по плану разворот с этими слонами я конечно знаете красить карандашами здесь мнению вот данную иллюстрацию мне не хочется мне будет скучно потому что ну как бы можно как-то сделать с переходами будет симпатично кто умеет например рисовать и так далее тут вообще может сделать как-то супер реалистичную иллюстрацию но я не умею рисовать карандашами как я уже сказала мне будет скучно ну фломастерами тоже не вариант но и чисто закрасить акварелью вроде бы как тоже поэтому я решила что возьму виста артиста акварельные карандаши они вообще этот набор у меня идет на прогулку я уже просто говорила что именно вот эти акварельные карандаши ну как бы их идеально использовать и просто как карандаши и размывать водой и в смешанной технике потому что например лира осили с лира рембрант каханур манделуз они все классно размываются и я манделуза вообще обожаю но вот в чистом виде ими пользоваться я не всегда люблю хотя нет они мягкие классные но вот именно как они выглядят на бумаге мне больше нравится в размытом виде а вот это просто вообще такой идеальный вариант и поэтому я знаете на прогулку их беру чтоб не брать если вот допустим не не нужны там на прогулке вот летом да там металлики пастельные карандаши еще какие то вот а нужны просто и карандаши и возможно думаю по акварели я вот беру этот набор и вообще идеально вот а также я иногда вы знаете люблю какие-нибудь узоры по раскрашивать когда по контуру обводишь и потом растягиваешь свет размываешь это же вот для этих целей данные карандашики подходят очень даже хорошо так что они у меня как-то пошли весьма неплохо несмотря на в общем-то свой дешманский вид и то что они как-то так не неприятно звенят хотя вроде бы это дерево короче все равно они хорошие и рука к ним тянется что сейчас подумаю чего каким цветом буду красить и вернусь к вам так вроде с цветом определилась буду через одного раскрашивать не знаю достаточно недостаточно я тут прохожусь карандашом надеюсь получится все я вот абсолютно не подумала будут ли протекать здесь эти карандаши то что обычно я допустим беру их на прогулку с собой на прогулку я брала всегда эти раскраски серии я люблю раскрашивать в основном фламинго так и желтым буду чередовать посередине меня смутили эти слоны ну то есть две странички как бы друг от друга зеркалят что меня это смутило ну ладно разобрались главное не напутала а то была печаль ну и попробую размыть мне кажется что бледновато видимо я мало карандаша добавила нанесла на самом деле можно когда все высохнет или добавить или а вообще я сделаю наверное яркий фон и все и будет хорошо с белым пока белый фон кажется что бледно но если будет именно какой-то яркий фон то однотонный то контраст на контрасте все будет ярко как мне кажется хорошо выделяться вот желтый прям смотрите пигмент отдает но может быть здесь я по привычке нажимала ну типа как желтый все-таки по бледней но получается прям довольно ярко надо насчет фона подумать конечно так но здесь вот допустим синий голубой я просто хотела синий взять но поскольку я еще не решила какой цвет будет с акварельными карандашами я уже все закончила и в общем то осталось сделать фон я уже представляю какой фон будет принципе единственное не совсем понимаю чем конкретно его буду делать закрыл не возьмусь точно потому что я с ним не дружу может быть конечно гуашь но пока я не уверен может быть все таки будет карандаш ну сухая пастель не подойдет вот скорее всего либо карандаш либо гуашь фломастером не хочу потому что мало ли где что протечет не хочется иллюстрации портить тут вот немножечко едва заметно зеленый цвет но это не страшно потому что здесь тоже будет зелень и охра будет скорее всего поэтому вообще не страшно да и любой цвет перекроет на то что там заметно это прям незначительно ну а это видео буду завершать если она понравилась ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и мой инстаграмм 3 семерки рыжие 3 восьмерки благодарю вас за просмотр желаю здоровья хорошего настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи пока пока